Первый день в Сочи после Бразилии. Коля-рыбалка с мамой проводят у моря. Гуляют по берегу, собирают ракушки и обсуждают футбол. Вообще, Коля с мячом почти не расстается. Особенно сейчас, когда сбылась мечта побывать на чемпионате мира по футболу. Матч «Россия-Бельгия» он смотрел на 80-тысячном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Стать участником бразильского мундиаля помогла компания «Макдональдс». И, конечно, таланты Коли. Мы большая спортивная семья. И живем мы в городе Сочи. Это кадры из фильма про Колю и его семью. Он занимается йогой, катается на велосипеде и, конечно, играет в футбол за местный клуб «Догомыс». Ролик о семье «Рыбалка» стал одним из лучших отобранных компанией «Макдональдс». И Коля отправился в Бразилию. Причем не просто смотреть футбол. Вот они, те самые мальчишки, выводят на поле игроков нашей сборной и вместе поют гимн. И пусть Коля не попал на экраны во время трансляции, зато эмоций хватит на всю жизнь. Меня дух захватывало, когда я шел с Шатовым. Потому что стадион 88 тысяч человек. И как можно дух не захватывать? Мама Коли, Елена Рыбалка, за сыном наблюдала с трибун стадиона «Маракана». Говорит, переполняла гордость. Еще бы. Таких счастливых победителей, в число которых вошел Коля, со всей страны было всего шесть. Мы все рыдаем. Это как-то не описывает стадион. Где-то 70 тысяч человек. И он полностью заполнен. И вот эти детки маленькие выходят. Понятно, что это вот гордость такая. А еще в Бразилии счастливчики купались в океане, ездили на экскурсии, участвовали в мастер-классе от известного российского футболиста Алексея Смертина и получили автографы от членов сборной страны. Кстати, еще один победитель конкурса от Макдональдс будет выводить на поле одного из игроков в финальном матче бразильского чемпионата. А вообще, за 12 лет работы программы «Эскорт игроков Макдональдс» на стадионы по всему миру вместе с кумирами вышли 10 тысяч ребят из разных стран.